Добрый день! Я приветствую вас на канале 18 суток. И сегодня я вам хочу рассказать, с чего я изготовил мини-теплицу для рассады и мини-инкубатор для семян. Вот с таких ящиков у меня сделаны теплички. Мини-теплицы для рассады. Датчиком регулярной температуры. Здесь стоит кулер. Это компьютерный вентилятор. Эти ящики из-под рыбы. Вот видно название. Ящик. Размеры его длина 80 сантиметров. Ширина получается у нас 40 сантиметров. И высота 22 сантиметра. Здесь стоит термодатчик. Сейчас показывает 26,4, так как он у меня открытый. Вот стоит датчик температуры. Ящики изнутри обклеены светоотражающим утеплителем. Сверху крышка. Установлены две лампы. 60 сантиметров длиной. И 8 ватт. То есть 9 ватт мощностью. Это 9 ваттные. Это светодиодные лампочки. Вот коробка. Упаковка с лампой. Вот такие вот лампы у меня остаются. Вот они 9 ватт. Светит как 72 ватта. 6400К. К это кельвины. Это световой поток. Измеряется в кельвинах. И 650 люмен. Такая вот лампа. Это светодиодные лампочки. Для них не нужно никаких креплений, ничего. Драйвер уже внутри лампочки установлен. Вы только подключаете два провода. А 221 с одной стороны на любой контакт. И с другой стороны. Включаете и все. Как я уже говорил. Эти лампы со световым спектром. 6400 кельвинов. Эти лампы подходят только для рассады. Для отсветения. Для плодоношения. Лампочки нужны 2700 кельвинов. Это 2700. У них красный спектр. Здесь спектр белый, холодный. Они предназначены только для рассады. Это самый лучший как бы спектр световой. Как вы видите, рассада вся миниатюрная. Все, смотри, какие. Высота ее где-то сантиметра 4, наверное. Высота лампы до рассады где-то в пределах 10 сантиметров. Выше нельзя. Можно от 5 до 10 сантиметров. Вот смотрите. Вот стоит зажигалка. Вот высота перца. У нас же два настоящих листочка у него. Он спичный коробок. Коробок 5 сантиметров в высоту. Там видно, как рассада. Она некоторые 4 сантиметра, некоторые 3 сантиметра. Вообще миниатюрная. Что значит хороший свет. В прошлом году у меня были обычные лампы дневные. Ну, рассада была где-то сантиметров, наверное, по 12 в высоту. Вытянувшаяся. А это вот, видите, какая. Красавцы. Их уже можно будет пикировать. Для отделки я использовал 2-х миллиметровый. Идра-миллиметровка. Это проложка. Утеплитель. И бета-отражающий. Клеил вот на такой крепеж. Жидкие гвозди. Это влагостойкие. Клеит очень быстро. Прихватывает великолепно. Вот такой вот чубик. В верхней части крышки установлен кулер. Это вентилятор компьютерный. 12-ти вольтовый. И он не нагнетает воздух в ящик. А наоборот, как бы вытягивает. Вот так это все выглядит сверху. Вот кулерок вращается. Вот сверху он подключен к датчику. И как только температура превышает 28 градусов, он включается. Вот видите, потихонечку начинает температура подниматься. Я только что ящик закрыл. Лампы греют. Хотя светодиодные лампочки температура вообще еле-еле набирается. Вот потихонечку начинает набираться. Как только наберется 28,2-28,3, там у меня выставлено. Он включается. Догоняет до 28, там 27,9. И сразу отключается. Вот стоит реле времени. Каждое утро он у меня включается. Надо обязательно, чтобы рассада получала 16 часов света. Если она будет получать меньше, соответственно, рассада у вас вытянется и будет слабая. А здесь у меня на стеллаже стоят 4 лампы по 18 ватт, тоже светодиодные. Такие же точно, как и 9-ти ваттные. Это один в один. Ну, здесь рассада, она выше. Где-то сантиметров, наверное, 7-8. Даже когда я смотрел на свет, если две лампочки рядом поставить, 9-ти ваттная, ярче, ярче светит она, чем эта. Хотя все, все, параметры все одни и те же. Вот с такого точно ящика, сколько обрезанного, внутренняя часть была вырезана. Вот он такой вот небольшой расстоянию. Размеры небольшие. Вот он, кстати, полосавителю на ящик. Вот получается вот такой вот. Был длинный. Середина я вырезан. И сделал это инкубатор для семян. Это просто супер. Все проклевывается с невероятной скоростью. Вот как выглядит он изнутри. Здесь установлена лампочка. Вот такая вот. Она стоит на 150 Ватт. Можно поставить 100 Ватт. Без разницы. Вот обычная пластинка. Она прикручена. Идет кабель. Кабель этот подключается, опять же, к термодатчику. Вот. Штекер подключен к термодатчику. Ящик этот нагревается мгновенно. Температуру выставляете здесь, когда будете проращивать семена, 28 градусов, может, до 30. В зависимости, в чем вы проращиваете. Если проращиваете в маленьких судочках, к примеру, вот таких вот. Вот такой вот, да. Можно выставлять 28 градусов. Если вы проращиваете в кульках, так как там больше влаги, она закрыта, там вы расставите 29 до 30 градусов. В кульке будет все равно температура ниже. Где-то в пределах 26-27 градусов. Эта лампочка нагревает температуру в ящике очень быстро. Вот она загорается где-то, не знаю, я замечал, где-то 3-4 секунды. Включилась, через 3-4 секунды отключается. И где-то в течение 7 минут, там, до 10 минут ящик стоит. Как только температура упала, опять на 3 секунды включается лампочка, опять нагрела. И вон стоит где-то 7-8 до 10 минут. И вот так вот выглядит инкубатор. Проращивать можно любые семена. Перец, томат, все проращивается мгновенно. 2-3 дня ускоряется, если примерно семена будут проклеваться при комнатной температуре у вас там неделю. Но здесь дня за 3 она прокрывается полностью вся. Итак, где можно взять такие ящики? Есть два варианта. Первый вариант – купить этот ящик на 50 литров. Новый он стоит 60 гривен. Есть ящики 25 литров, 40 литров, 50 литров и 60 литров. Ну, те поменьше, конечно, по 25 литров и высота у них меньше. Либо можно взять их бесплатно. Что касается бесплатного, их можно взять в любом супермаркете. Вот у меня есть супермаркет-класс. В этих ящиках поступает рыба. Вон кулер сразу заработал, температура поднялась. Вот, 28,5 литров, сразу запечатлеет. Есть супермаркет-класс. В этих ящиках, я говорил уже, привозят рыбу. Вот, видите, это зарубежная рыба, как бы копченая. Привозят также свежую рыбу сюда, ящик, охлажденный вместе со льдом. Так как с рыбы стекает сок, пенопласт сам по себе пористый. Все это заходит в пенопласт. Потом, соответственно, запах неприятный. Эти ящики одноразовые. Вот рыбу в них привезли, выгрузили и их выбрасывают. И у нас на супермаркете, есть сквозь двор, это задняя часть супермаркета, где все эти ящики выносят, выбрасывают, там целые горы их лежат. Приходите, берете, они там никому не нужны. Их потом ломают, прессуют и вывозят на свалку. Это один запах, конечно. Можно убрать, я мешал хлорку. Вместе с уксусом все это промыл хорошенько, прополоснул, вынес на улицу. Два дня постояло, ни запаха, ничего. Вот, можно взять в супермаркет. Если, к примеру, в вашем супермаркете хоз двор закрытый, огороженный, можно попросить там дворников, которые работают там. Они вам там вынесут один, два, три, сколько там ящиков. Все равно их уничтожают. Так что попросите, дадите там, я не знаю, 10, 10, 20 гривен. И можете приобрести такие ящики. На этом видеоролике я буду заканчивать. Подведем итоги. Итак, если захотите купить вот такие вот лампочки, 60 сантиметров, она стоит, у нас стоит 50 гривен. И метр двадцать тоже стоит 50 гривен. Блочок для инкубаторов стоимостью 170 гривен. Ну, а ящики, самый большой, 50-литровый, стоит тоже 60 гривен. Так что заходите на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»